Здравствуйте, мои прекрасные ценители самого волшебного, самого замечательного, самого воодушевленного кружева в ирландском стиле Лизанина Бурдония. Мы с вами сегодня на первом занятии разберём ниточки, из чего творится вот это волшебство, вот это прекрасное состояние творения, которое мы с вами начнём. Я вас поздравляю с вашим решением, я вас поздравляю с вашей смелостью, с тем, что ваша внутренняя роза будет проявляться в ваших руках в реальности. Вы перед собой видите на экране сейчас несколько такой антураж шёлково-сияющего белого цвета. На чёрном фоне. Я выбрала чёрный фон не случайно, на нём максимально контрастно видно все изгибы, петельки, цвет, перелив, для того, чтобы было вам более приятно воспринимать вашему глазу. То есть я о вас позаботилась, чтобы вам было комфортно на моих уроках. Вы видите перчатки. Перчаткам я пришла не сразу, в работе после того, как я повяжу. То есть для чего они мне были нужны. Я сейчас вам продемонстрирую, перед тем, как мы пройдёмся к ниточкам. И купила на Валберис просто обычные перчатки, что-то там за 500 рублей. Они мне потом помогли в том, когда я уже готовое изделие. Вот мы сейчас к нему прикасаемся. Мы сейчас переходим к нему, к этому изделию, как к образцу. И уже готовое изделие, после того, как оно получило влажно-тепловую обработку, стирку. Перед тем, как передать заказчику, я его вот только в таком состоянии могу демонстрировать и могу к нему прикасаться. Я к нему прикасаюсь так, как мастер, не как хозяин, не как заказчик, а так, как мастер. И для того, чтобы демонстрировать вам тот или иной мотив или изгиб на этом изделии. Но сейчас я перейду на ниточки, отложу наше изделие. Покажу вам нитки наши и хочу сказать, чтобы вы себя окружили всем самым красивым. Вот тоже такие плечики, забыла, как называются. Но они для такого деликатного, деликатных вещей. Тоже они продаются на Валбере с упаковки, что-то там 10 штук. Приобретите их себе. Окружайте себя красотой. Когда, если не сейчас. Вот. То есть мы с вами себя не просто настраиваем на творческий процесс, мы еще с вами окружаем себя красотой. Я откладываю некоторые части в сторону. И сейчас мы с вами перейдем к ниточкам. Какие нитки я использовала при вязании этого чуда? Я использовала две фактуры ниток. Тонкую. 5000 на 100. И более толстенькую можно канарис взять, хлопок. Можно белое кружево взять. И еще была ниточка пеликан. Да. Я ее вам чуть позже покажу. Был шелк. Вот такой вот в пасмах использовался. Если у вас нету ни той, ни другой нитки из хлопков, я вот еще такую применяла. Просто белая бобинная ниточка в хлопке. Так, размер у нее примерно 700 на 100. Какая же основная нитка у нас будет идти в работе? Я основную ниточку взяла только вискозный шелк. Почему вискозный шелк? Потому что это была одна из бюджетных вариантов ниток. Но и в то же время я к ней отнеслась как максимально носибельной. Дальше. Какой расход был этой ниточки? Вот здесь начало уже бобинки. Если смотреть про размеры новой бобинки и начавшейся, то они практически не отличают. Вот эта бобинка, она новая. Тут не было из нее вязания. Тоже вискозный шелк. Показываю только в сравнении. На размер 42-44 топ с бретелями ушло две вот таких бобинки. Две. Одна пустая, одна вот в таком состоянии. И один моточек, ниточек пеликана для бордона. Почему я взяла пеликан? Потому что у этой нитки большая толщина для бордона, плотность. Мне нужно было максимально передать рельефность бордона на лепестках. Так как сам мотив по себе плоский. Вот эта плоскость должна была выразительно подчеркнуться через бурдон, через рельефность. Центральная часть мотива это узелочки клоунс. Но они без бурдона вяжутся. И в основном вот такой цветок на себя брал небольшое количество ниточек. Весь моток ушел пеликана. И если вам нет возможности купить этот моточек, то я вам еще раз говорю, можно канарис взять. Я не знаю сколько уйдет. Но получается здесь так сколько расход ниточек. 50 грамм. То есть у вас будет 50 грамм канариса. А это 20 граммовый. Ну условно 3-4 моточка. Можно посмотреть полиэстер для основной нитки. Вот как замену. Но я когда вязала из полиэстера, полиэстер чуть-чуть плотнее ниточка. То есть у вискозного шелка, он шелковистый. Я почти не смогла отличить натуральный шелк от вискозного шелка. У полиэстера, если вы хотите какую-то часть из деталей вашего изделия зафиксировать плотнее, например, брители, то вы можете их связать из полиэстеровой ниточки. Тоже 5000 раз на 100 у нее расход. Ну вот такие вот у нее данные даются. Видите, 5000 метров полиэстер 100%. Если вы будете это заказывать в Алиэкспресс или в Алберес, такие нитки везде есть. Швейные для машинной вышивки. Также я применяла шелковые ниточки. Шелковая ниточка меня порадовала. Я покупала вот такие в пасмах на Алиэкспресс. И они очень тогда мне достались по низкой цене. Это была до Нового года акция. Но сейчас они немножечко цены подняли. И я вот их перематывала на такие бобинки. Это долгий этот процесс. Я вам его не рекомендую. Если будет возможность покупки шелка на бобинках, вот в таком формате, грамм 100 покупайте. Смело 500 рублей потратите. Но зато у вас будет идти ниточка спокойная из бобинки. И вы будете вязать комфортно. Итак, я вам сейчас покажу, как смотрится роза из шелка, из натурального полностью. И как смотрится из вискозного шелка. Вот они рядышком. Я ее на спинку разместила. Разместила намеренно. Для того, чтобы показать вам сравнение, я надела перчатки. Иначе я буду себя некомфортно чувствовать. Итак, смотрите. Вот она эта роза из шелка. Сейчас я вам покажу пасмочку. Вот она. То есть, если говорить про цветопередачу, берем белый и белый один в один. У белого тоже очень много оттенков. Поэтому была покупка кипельно-белого цвета. И вот эта роза рядышком уже все. Они из вискозного шелка. Смотрите, как я определила, изнанка или нет. Я все узелочки клоунс на лицевую сторону. Вот здесь они у меня на лицевой стороне. И здесь тоже их можно поправить. Вот так вот на лицевую сторону. Итак, вот она шелковая роза. Ее можно определить только по тактильности. Визуально она благороднее. Но благородство вискозного шелка нисколько не уступает. И если посмотреть просто в таком формате, то она нисколько не отличается по своим визуальным характеристикам. На спинке я ее намеренно разместила. Потому что меньше всего будет касаться руками. И если со спины будет взгляд визуально, то он не будет бросаться на сравнение. То есть спина всегда так, в общем, как картины рассматривается. И обратите внимание, блеск у той и другой ниточки совершенно одинаковый. Мягкости перелив и у вискозного шелка, и у натурального шелка он похожий. Ну вот я могу только сейчас придираться на оттенок света, увидеть какой-то полутон. Возможно, этот полутон из-за искусственного освещения может быть. Возможно, из-за цветопередачи камеры телефона. Но в восприятии обычного этих микрополутонов, там, знаете, на микроны, его не видно. Если мы будем говорить про, завершая обзор про нитки и переходить к инструментам, самым главным нашему, крючку, потому что я использовала крючок самый мой ходовой. Я использовала самый ходовой крючок 0,5. Сколько сложений ниточек использовалось? В три сложения, так же, как и все наши мотивы из тонкой нити 5000 на 100, я вам показывала мастер-класс по сложению из одной бобинки в три нитки. Берем кончик 1, дальше делаем сложение 2. Вот они 2 сложения. Вкладываю крючок, чтобы вам было видно. Вот 2 сложения. Направление первого кончика в сторону подачи нитей. Дальше разматываем ниточку, по длине я разматываем, находим край петли и в эту петлю делаем еще одну петлю. И вот у нас получается вот так. Я оттягиваю правой рукой, левой рукой держу ниточку и у нас она подается уже в три сложения. Видите? подается из бобинки. Сохраняю это сложение и мы видим вот здесь вот эту петельку. Она очень тонкая на тонких нитях. Если вы будете вязать мягкими ниточками, то вы увидите приятное прилегание мягкими ниточками вот этой петли. И таким образом у вас будет спокойное вязание из одной бобинки в три сложения. Давайте теперь сейчас поговорим про бурдон. Если мы проговорили про падающую, ведущую ниточку, рабочую, это вискозный шелк или натуральный шелк. Также я вам рекомендую толщину рабочей нити от 5000 на 100 в три сложения. Это 2500, 3000, 1000 метров на 100. Эти величины подойдут для вас. То для бурдона мы рассматриваем также разную вариативность. Вот мне эта вариативность больше понравилась у пеликана. Сколько брать нитей в сложении для бурдона? Мы видим, что эта ниточка такая плотная, толстоватая, и у нее хорошая такая скрутка, прочная. Почему я выбрала именно эту скрутку? Потому что будет тогда мотив и изделие стабильное. Мне хотелось, чтобы изделие было приятное, шелковистое, к телу прикладывалось очень комфортно, но и в то же время, чтобы оно было после того, как вы его постираете в одной форме. Оно не сжималось, не расправлялось. То есть вы постирали, разложили, слегка расправили пальчиками, что я это делала. Мотивы легко сушатся. Единственное, вот бурдон внутри, он подольше сушится. Полиэстеровый и вискозный шелк, обычный шелк, они очень быстро высыхают, а вот хлопковая ниточка внутри она чуть подольше. То есть ей сутки на просыхание нужно. Но только благодаря тому, что кружево очень воздушное, бурдон просыхает легко. Ниточка вот в несколько сложений. Сколько же сложений делать для того, чтобы у нас бурдон был такой вот выразительный? Ну что, сколько? Думала, 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 пробовала. Методом экспериментов мне эта роза рождалась. Чудесным образом она давала различные дополнительные возможности для того, чтобы новые техники придумать в вязании на бурдоне. То есть разделенный бурдон, отложенный бурдон, бурдон в несколько сложений, бурдон тонкий. Вот видите, здесь разная толщина на разных линиях окантовки лепестка. Я взяла за основу в 10 сложений. То есть вот мы берем один, два, три, четыре, пять. И вот так вот складываем, складываем, ниточку откладываем. И мы вот эти вот сложения берем и считаем, чтобы было 10. Ну то есть пять сложений пополам потом делаем и получается, например, 10. И ввязываемся. В самом начале можно сохранить не 10 сложений, а, например, 6. В самом начале, когда мы вяжем. То есть мы будем по ходу вязания цветка экспериментировать в том числе и с бурдоном. Ну, например, три сложения, или вот четыре сделали, пополам восемь. Как это, толщину как можно регулировать. Дальше три сложения бурдона сделали, длинные пополам уже шесть. Можно начинать с тонкой, с толстой величины бурдона. Это уже на свое усмотрение. Обратите внимание на тот момент, когда вы будете регулировать длину бурдона. Ну, вот многие говорят, какую длину бурдона взять, сколько мне ниток использовать. Я всегда начинаю с полутора метра, полтора-два метра. Вот всегда, любой мотив. Бурдона мало не бывает. И на лепестках, на цветке я обязательно делала еще добавку бурдона. То есть у меня, если заканчивался, вы здесь его никак вообще не увидите, где у меня начинался и заканчивался бурдон. От слова вообще. Потому что технологию я вам покажу и ни одной ниточки во всем изделии, торчащей или вылетающей из мотива, вы не увидите. плюс ко всему, вот я сейчас изнаночную сторону показываю, я показываю вам это уже пришитые мотивы в одно полотно, как ни одно на другое букет этот роз налегает. создается эффект букета, облачка из роз. В ютубе был комментарий, зачем вы так близко розы расположили, не видно. Каждая роза так уникальна сама по себе, а вот если вы их вместе расположили, они сливаются в единое какое-то непонятное пятно. но для ценителей облачка и букета роз мы же не будем разделять, разбрасывать цветы по отдельным частям и понимание есть, если образ идет букета, то мы букет дарим, он большой, а если образ идет разбросанных цветков, то мы тогда между пространством добавляем, между этими лепестками добавляем воздух, другие там бриды, например, сеточку и так далее. Но это уже творческий процесс, чему имеет место быть и мы с вами об этом творческом процессе будем дальше размышлять и строить свои планы, строить эскизы, как можно соединить розу не таким полотном, но почему я так соединила? Это была задача номер один убрать просветы на теле, так как этот топ одевается на тело под белье, возможно под тонкое, 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 есть такое эластичное белье тканевое, само полотно не прикасалось с телом, то есть мы обговаривали такое, такие маечки есть невидимые под цвет кожи, то просвет кожи закрывается максимально на всем теле, руки, плечи и декольте будет представлено выразительно на передней части, под этот топ будет специально сшиться юбка такая торжественная, может быть и легкая, тоже кружевная, тканевая, возможно она будет без узора, без принта, и соответственно идеи дальше дизайнерские мы будем прорабатывать в наших уроках, в нашей группе, на нашем курсе, поэтому посмотрите внимательно сейчас на само полотно, посмотрите внимательно как вы можете соединить эти розы, как вы можете соединить бретели, вот видите этот у меня этап сейчас он промежуточный, потому что бретели я буду корректировать непосредственно на заказчице, поэтому тут вы видите еще булавки вот и смотрите еще какой момент я уже перехожу к следующему уроку это называется дизайнерские идеи у нас вот я сейчас сниму перчатки для того, чтобы не рассматривать, а для того, чтобы показать, что моделированием вот этими мотивами на фигуре максимально удобно, потому что лепестки, которые контур вы видите, их можно складывать таким образом, что изгибы тела будут максимально подчеркиваться или наоборот скрываться на вашем теле, то есть движение цветка влево вправо, да, вот как пазлом таким регулирующим можно отрегулировать всю вашу фигуру, где-то скрыть какая-то часть неровности, наоборот выделить, например, если подчеркнуть грудь, то лепесток практически укладывается формой где-то в декольте подчеркнуть и опять же все индивидуально, я вам показываю вариативность топа, потому что топ кружевной связать тоже очень тяжело в плане того, что многие акцент делают на сеточку и как сеточка может прилегать к телу, когда само тело просится на элегантность, на то, чтобы его закрыть, а здесь кружевная часть очень-очень деликатная и позволяет черкнуть красоту кружева, а также выразительно и скрыть и в то же время украсить обладательницу этого кружевного изделия. кружевного кружева, кружевного